всем привет с вами соня и сегодня на моем канале будет холл я думаю некоторые из вас знаешь что я была в греции на сборах по пауню конечно же блин ну да спорт все такое но и сувениры мы тоже хотели поэтому сегодня я вам покажу и расскажу о всем моих покупках так что давайте начнем итак первое украшение в греции очень очень много украшений и различных браслетов мы во всех как бы всех во всех сувенирных лавках разных миров там разных стран и а я как бы как любитель браслета футки любитель купила себе парочку один из них с дельфинчиком он беленький вот такие вот такой вот с дельфинчиком и они и он на такой вот как бы движкин который можно затягивать потуже или наоборот растягивать его а второй браслет он с вот таким вот крестиком он с крестиком серебристым со стразами и он черного цвета тоже вот такой вот штучкой который можно затягивать и спокойно растягивать есть там вас рука супер-купер огромные и одевать спокойно дальше идет еще один браслетик он такой вот беленький и он на магнитной застежки вот такого на магнитной застежки и вот спокойно берешь застегиваешь вот так вот и все и спокойно носишь дальше мне продали в комплекте три вот таких вы браслет любые новенькая там вот вам сюрприз как прям паспи и так далее в общем вот это вот такие вот браслеты два вот таких вот и один обычный резиновый они вот так вот делаются на руку вот и спокойно их носите как обычные браслеты на 1 написано ай лав корфу а на другом написано хоп и он вот с такими вот как бы мягкими штучками и на третье написано тоже ай лав корфу корфу это тот остров на котором я была вот такой вот резиновый обычный тянущийся дальше у меня идут типа ожерелья но это как бы это и ожерелье одновременно и такой некий браслет на руку вот и он с вот таким вот крестиком кстати в основном только за крестика я его купила дальше идет офигенное офигенное такое как сказать ожерелье бусы и калье не знаю в общем такого вот украшение ци вот такого длинненькая с такой вот миленькой красивой собой еще из украшения я купил вот такой вот крестик тоже такой вот крестик он немножечко металлический на такого немножко резиновый такой вот резина пластиковые такой вот штучки застежками дальше и и это моя не очень умная покупка потому что я просто нашла магазин косметики и у меня когда разберут разбежали и я так растерял что просто застряла в этом магазине на полчаса и потом уже просто выбрала первым по вашим цветам лак да это я конечно и побежала к кассе в общем это вот такой вот я лак купила там он с такого красновато-розового цвета и он у него очень хорошая консистенция и очень плотно держится на ногтях да я его уже пробовала это некий цветочек такой вот ну известно как на гавайях обычно продают там цветочек крабик вот такой вот его можно просто там закалываешь сзади на волосы и носишь обычный способ дальше идут головные уборы да я очень давно себе искал шляпы и особенно не вот такие вот огромные с полями типа шляпа гриб а обычно такие шляпы маленькие типа актерские шляпы я их называю первые шляпы которая очень понравилась это самая дорогая шляпа по тем векам она по-российскому самый дешевый в общем это вот такая вот белая шляпа она с такими вот пумбочками вот такими твердыми и сзади она вот такая вот вот сзади такая вот как бы у нее вот так вот идет и вот и тут небольшая застежка я ее носила весь отдых вот думаю мне и дальше следующий шляпу вообще она покупалась для моего брата ну как покупалась вопрос стояли у кассы он он был в кепке надел для прикола эту шляпу на себя сверху кассиша спрашивает вы будете покупать он такой а да 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 конечно пойдет на кассу и даже не меряя током она и купил в общем ну это мой брат что такое в общем это вот такая вот шляпа не знаю мне она не очень идет конечно не белый больше нравится но я и буду носить потому что она ему вообще нет в общем вот так вот такая вот она полосатенькая дальше я там зашла супермаркет да и первое что не полос на глаза это просто огромнейший стеллаж со свечками там просто было нереальное количество различных там банан а манго клубника очень все что хочешь все фрукты все сладости и несмотря на обилие свечек и разных вкусов не привлекла только одна эта свечка с корейцей она у нее просто обалденный запах и дальше когда ты просто открываешь вопрос открываешь какую банку в общем уже даже вот просто вот так вот можно почувствовать запах очень не обалдеть это свечки и обязательно буду ее использовать зажигать вот на улице почти тридцать градусов я пью чай зелененький ладно продолжим дальше я ходила по городу мы поехали в город за сувенирами все это вы видите во блоге очень скоро которая выложу в ближайшее время и и там я нашел такие вот фигурки звездных войн дарт вейтера и 2d2 в общем вот мне они жутко нравятся они вот на таких вот резиночках можно их носить как брелуки такие можно поставить на полочку и они такие достаточно тяжеленькие но при этом вот такие вот как бы достаточно качественно сделаны сделаны дальше тут сувениры такие которые сделаны вручную и все первое первое это вот такой вот кораблик корку а второе это вот такая вот подставка точнее нитюрморт вот такой вот можно брать картину вот так вот вот это по это палочка она затягиваться обратно вот так вот и возвращаться свое положение и вот такой просто ставишь эту картину и все ее еще можно вешать на стену вот такая вот картиночка вы стоите на полочке следующее это просто вообще я офигела когда это увидела а увидела это я просто вшла и и просто там лавка была и я увидела это и решила так пофиг сколько стоит я это куплю и стоило достаточно дешево всего лишь 90 центов и это вот такие вот охрененные наклики с миньонами да я просто обожаю миньонов всем сердцем думаю вы видели как бы по моим блогам что я их просто люблю вот просто муа и поэтому я решила купить себе гадкий я вот миньонов вот мяночки мои следующее что я купила это просто нельзя пропустить это просто я вот я долго думал покупать это не есть потому что достаточно было дорого 15 евро стоило но потом думаю ну блин ну первый раз в греции нашел что-то прикольное крутое и я думаю если я не куплю я если это не куплю я сегодня ненавижу это вот такая вот офигеннейшая сумка она она вот открывается тут вот такая кнопочка вот в ней есть вот молния вот такая вот молния в ней отделение очень много в общем я ее обожаю с ней хожу просто вот люблю обожаю боготворю это вот она еще из хорошего джинсового материала черная такая джинса и кожа вот тут вот и вот тут такие кеды которые на завязках можно развязывать и завязывать обратно вот пока дальше я проходила мимо еще одного еще одной лавки и мне жутко понравились эти милые парни этим эти милашки мне не жутко понравились это тапочки да вот такие тапочки с полгонами и с надписью с надписью тут греция и с оливкой вот такие вот милые тапочки они и мягкие удобные и такие вот вкусенькие внутренние очень хорошо носить дома я купила для мало потому что она их просто обожает тапочки вот такие вот и стоили всего лишь 1 евро что не так уж и дорого следующее то что я вам покажу это еда да вот кто покупает всякие иконы картины всякие а что-нибудь такое в дом какую-нибудь посуду декоративную там всякие принадлежности одежду что не покупает еду и первое что мне жутко понравилось я думаю все вы знаете это печенье все вы любите это орео да орео вот такой вот орео я купила по скидке такой вот небольшой скидке и так что вот никто и мы еще не успели это съесть но обязательно будем дальше идет тоже орео оно вот такой вот с шоколадной поливкой не знаю шоколадной начинкой сверху вот такой вот орео и следующее это идет шоколад наш я покупала шоколад только которого нет в нашей стране а не шоколад я купила орео вот такой вот небольшой и а другое купила с клубникой вот такой вот шоколад был еще такой же с бананом но я успела уже съесть следующее что меня там очень поразило это то что там офигительные жевачки продаются вот разных вкусов разных сортов там груша маракуйя апельсин клубника в общем разные жевачки и мне жутко понравились из них две жевачки первое это green tea как жевачка с зеленым чаем очень вкусная и дальше это вот такая вот жевачка с корицей они вот такие вот красненькие и они жутко жгут но при этом вкус такой реальный корицы и это очень вкусно и так как у меня этот месяц был просто полон всяких интересных событий и разных новых знакомств то еще у меня ясно вот что ко мне приехала бабушка из америки и так бабушка меня очень любит она мне привезла браслеты это три это три браслета первый браслет он с английской си с русской с вот такой вот он на металле он из металлической проволоки из такого застежка которая легко расстегивается второй браслет это вот такой вот он немножко тканевый с такими вот серебряными штучками такими которые двигаются по всей линии браслета и он на пуговичках на таких вот стальных пуговичках и последний браслет он из настоящего серебра и он вот такой вот немножко цветной с серебристыми золотыми шариками все настоящее это настоящее золото и серебро и он на такой вот застежке которая спокойно стягивается и следующее о чем я хотела бы вам сказать это то что в греции я просто как бы мне нечего было делать в номере потому что в видеологии я там жила одна и я просто читала книги да я читала книгу называется Looking for Alaska от Джона Грина вот если вы знаете он же написал The Fault in Our Stars в общем эти две книги стали моими спутницами и я их просто читала на убой это я уже дочитала мне осталось только дочитать эту Looking for Alaska в общем вот такая вот книжка на английском все мне же надо готовиться к Америке конечно а еще так мы летели с моим другом мы летели с одним моим другом зовут его Игорь и так как как бы у нас там у нас было небольшое переселение и когда он разбирал свои некоторые вещи он там нашел в ящике вот такой вот свисток и он говорит Соня тебе нужен свисток и такая ну давай и в общем у меня теперь есть свисток он же и компас он же и градусник и последнее на сегодня что я там купила это такие вот татуировки точнее наклейки татуировки вот такие вот и они такие и они долгие их можно клеить куда угодно на что угодно даже на единоместах одна это иньянь с драконом вот такая вот а вторая это вот такие вот наклейки на кожу такие как у каких-нибудь царей вот так вот они используются и у меня еще одна новость теперь я долго думала над этим и решила что мои подписчики будут называться миньонами да теперь вы мои миньоны потому что я их жутко очень люблю я их очень сильно люблю миньонов они вот просто запали мне в душу так что миньоны я вас очень сильно люблю и надеюсь что вам понравилось это видео если да то ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы пока 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 пока